в Салиме. Там вот ведь один храм всего был, да? Я вот когда шел вчера с работы, у меня такая мысль пришла в голову, какие же они, наверное, были богатые. Если всего один храм был, ну, значит, священников, ну, там немного было, да, сколько обслуживали храмы. Все им несли десятину. Они же, наверное, очень богатые были. Что они богатые были, мы этого не находим. Это колено одно, ливейно, а колено одно из двенадцати. И вот они давали десятину, это до десяти колен, а их двенадцать, но они потом должны были отдавать от своей десятины еще десятины, и поэтому все было поровну. Ничего у них не было лишнего. Они не имели права землю иметь, ни скотину, ничего у них не было. Земли им не отвели, когда делили завоеванную землю. Бог не дал им, чтобы они распахивали сердца людей, засевали его, собирали там урожай. А вот когда приносили жертву, помимо десятины, за грехи и прочее, ну, здесь уже сверх того, что было. Все на этом. А кому левиты, Игнат Тихонович, а кому левиты должны были платить десятину? Написано, десятину, десятую часть, Богу. А что это? Накормил ближнего, посетил, навестил, нам это показано. А там это одновременно, видимо, с этой, оно не указано, как десятина. Для Бога. А Богу передать можно было разными путями. И привезти в жертву животных, купить, и накормить, напоить и прочее. Это у них не отменялось. Это они сами карван придумали. Когда заходили уже они в обетованную землю, весь народ был в яве представлен перед Богом. И две горы, с одной стороны Гевал, с другой Горизим. Горизим – гора благословения, а Гевал – гора проклятия. И вот здесь закон принимался, каждый пункт отдельно. Стоял кто-то, возглашал. Где он стоял, ну, ясно, что все слышали. Блажен, кто чтит отца и мать. Он будет долголетен на земле. И все лицом поворачивались к Горизиму. И должны были сказать аминь. Воздержавшихся не было. Его сразу бы заметили и отправили куда надо. Дальше поворачивались лицом. В другой горе проклят злословище отца и мать. Смертью умрет. И все отвечали аминь, аминь. Там гудело все. А сколько их было? Ну, в референдуме участвовать могли, видимо, все. И должны были в раз отвечать аминь. А это от трех до пяти миллионов. О богатстве их мы ничего не знаем. Но судя по тому, что люди много грешили, из-за боеванной добычи, там, кровь свою оправдывали. Значит, у них было, кроме десятины, еще что-то. Вот об этом хорошо написано в книге Тавид, первая глава, восьмой стих. Он платил три десятины. Кому? Десятина одна определенная священникам, а другая, третья. Тавид был из священничества, это, колена? С левитом или нет? Левит. Священное колено. И жениться, выходить замуж за другого колена нельзя было. Только в своем колене. И когда говорят, а как же, Захария был какого колена? Ну, раз священник был, значит, левее на колено. А Мария? А Мария старственного рода была. А как же они, родственники? Златоуст говорит, за время пленения, когда они были, все перепуталось. Вот и все. Вопросов больше нет? Отхожу. Вопросов больше нет?